Здравствуйте! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». На этой неделе глава Республики Рашид Тимрезов провел оперативное совещание по вопросам реализации указа президента России о частичной мобилизации. Военком Сергей Белобородов доложил о ходе призывной кампании в регионе о работе военных комиссариатов. На встрече говорили о результатах работы по централизованному приобретению дополнительного снаряжения, которым экипируются военнослужащие Карачаева Черкесии, призванные в рамках частичной мобилизации. В дополнение к общему списку, утвержденному Минобороны России, приобретаются теплые вещи, обувь, спальники, формируются аптечки с расширенным списком наименований. Военнослужащие из нашей республики уезжают на учебные полигоны с полным комплектом обмундирования. В ходе общения с главой республики перед отъездом некоторые ребята рассказали о своих насущных вопросах. Рашид Тимрязов дал поручение за семьей каждого призванного закрепить социального работника, который будет находиться в постоянном контакте и будет содействовать решению бытовых социальных вопросов. Особенно это касается малоимущих, где есть пожилые родители или болеют дети. Главы городов и районов должны держать эту работу на особом контроле и попросил отнестись к этому поручению по-человечески, с душой, очень внимательно. В Карачаево-Черкесии состоялась торжественная отправка призванных из запаса граждан в рамках частичной мобилизации. К военнослужащим со словами благодарности и поддержки обратились глава республики Рашид Тимрязов, представители власти, духовенства, общественных организаций. Подробности у Али Баташева. Карачаево-Черкесия, мы с вами будем дома! Бодрый настрой защитников Родины подчеркивали развивающиеся в воздухе флаги. Желание с победой вернуться домой объединяло всех военнослужащих, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации. Хотелось бы передать привет всем родным, близким, сказать, чтобы поменьше нервничали, все будет хорошо. Вернемся обязательно все живы и здоровы и с победой. К собравшимся обратился глава республики Рашид Тимрязов. Он выразил надежду, что ребята будут с честью защищать рубежи нашей Родины. Если вчера ваши товарищи выходили с этого плаца на специальную военную операцию, то сегодня вам предстоит отправиться для боевого слаживания и подготовки. И потом отправить для защиты уже нашей великой Родины, России. Мы сегодня проснулись в новой стране. И я уверен в том, что для вас это будет тоже большая честь защищать уже рубежи нашей Родины, нашей великой державы России. Я хочу поблагодарить ваших родителей, ваши семьи за то, что воспитали настоящих мужественных сыновей нашей малой Родины и нашей великой страны России. Глава республики заверил, что ни один из мобилизованных военнослужащих и членов их семей не будет обделен вниманием всех органов государственной власти. Защитников Родины поддержали и представители духовенства, общественных и молодежных организаций республики. Мы верим в вас. А самое главное – берегите себя. Возвращайтесь домой к семьям живыми и здоровыми. Перед отправкой все мобилизованные прошли огневую подготовку. Далее военнослужащие пройдут обучение на полигонах и учебных центрах. По программам боевой подготовки – механиков, водителей, операторов, наводчиков, командиров БМП, танков и БТР. После подготовки по программам боевого обучения военнослужащие пройдут боевое слаживание в составе взводов, рот и батальонов. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Сотрудники Главного управления МВД России по СКФО собрали гуманитарную помощь для жителей Запорожской области. Полицейские уже второй раз выходят с такой инициативы и на собственные средства закупают необходимые продукты питания. Инициативу сотрудников поддержал начальник Главного управления, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, который считает, что любая оказанная поддержка в данный момент очень важна для наших сограждан. В этот раз полицейские собрали 10 тонн продуктов – муку, картофель, крупы, консервы и все то, что так необходимо жителям теперь уже российских городов. Гуманитарный груз будет передан администрации области для дальнейшей адресной помощи. Наша работа по доставке гуманитарной помощи будет продолжаться столько времени, сколько понадобится для полного восстановления нормальной жизни каждого россиянина в недавно присоединившихся регионах России, отмечает в окружном полицейском главке. Приспособление людей с ограниченными возможностями здоровья к особым условиям – важный шаг к реабилитации. Для успешной адаптации в быту специалисты по комплексной реабилитации в доме-интернате «Забота» микрорайона «Московский» стараются помочь воспитанникам подготовить их к дальнейшей самостоятельной жизни. В этом убедилась Альбина Ламкова. Сегодня Мурат приготовил для гостей борщ вместе со своими друзьями по интернату. Ещё ребята напекли блины, хачиный стол от еды ломится. Сервировали тоже самостоятельно. В доме-интернате «Забота» 48 воспитанников. И не все мобильные. У каждого из них своя, порой очень непростая судьба. В учреждении дети проходят трудовую реабилитацию. Для этих целей оборудовали швейную мастерскую и мини-типографию. Тут команда специалистов помогает освоить детям и дополнительные профессии, что даёт возможность стать социально самостоятельными и самодостаточными. Для этих целей построили и обувную мастерскую. В скором времени она тоже откроется. Сроки обучения для каждого индивидуальны. В зависимости от сложности нарушенных функций и имеющихся ограничений жизнедеятельности у воспитанника. Основная задача работников учреждения – приучить детей к самостоятельной жизни. Для успешной адаптации в быту специалисты по комплексной реабилитации стараются помочь освоить необходимые бытовые навыки. Конечно, всё индивидуальное и зависит от психовизических недостатков ребёнка. В первую очередь мы детей обучаем готовить самостоятельно, стирать, гладить, ухаживать за собой, стараться жить без посторонней помощи, взрослой помощи. В этом году получили 8 воспитанников квартиры. Естественно, мы ведём постинтернатное сопровождение, следим за бытом, за тем, как самостоятельно дети выходят в социализацию. Один из них – Мурат Гетманов. Его квартира на первом этаже в нескольких шагах от дома-интерната. А самое главное – рядом с людьми, которые за годы проживания в нём стали друг для друга родными. Он безмерно рад. Квартира полностью готова для проживания. Хороший ремонт. Жилая площадь обставлена необходимой мебелью, которую Мурат выбирал на свой вкус. А самое главное – для удобства в пользовании. Вот то, что я могу достать, всё снизу положил. После экскурсии, проведённой в своей квартире, Мурат пригласил гостей за стол. Ставим чай. На берчу у нас там суп есть. О своих эмоциях Мурату сегодня тяжело говорить. И всё это от счастья. Слов нет. Сейчас новосёлу предстоят хлопоты, связанные с приобретением в быту мелочей. Но всё это – приятные и радостные заботы. Ведь теперь Мурат – хозяин не только своей жизни, но и собственной квартиры. Альбина Ламкова, Либостанов, Вести, Карачаево-Черкесия, микрорайон Московский. В Черкесске состоялась встреча генерального директора саморегулируемой организации «Кадастровые инженеры Юга» Галины Высокинской с коллективом управления Росреестра по Карачаево-Черкесии. Были обсуждены актуальные вопросы, возникающие в процессе государственной регистрации прав и постановки на кадастровый учёт объектов недвижимости и земельных участков. На встрече говорили о необходимости их межевания, а также о том, какие из них можно оформить по дачной и гаражной амнистии. Взаимодействие и объединение усилий управления Росреестра и саморегулируемой организации позволит наладить отношения между всеми участниками профессионального сообщества в их деятельности, что в конечном итоге даст высокое качество подготовки сведений об объектах недвижимого имущества, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и снижению количества решений о приостановлении учётно-регистрационных действий. 5 октября отметили День учителя. В Черкесске в преддверии праздника состоялась торжественная церемония награждения педагогов республики. Поздравил учителей, воспитателей, а также ветеранов педагогического труда, которые всю свою жизнь посвятили воспитанию и образованию подрастающего поколения, глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. О состоявшемся торжестве и о том, насколько важна профессия учителя, расскажет Альбина Ламкова. До начала мероприятия считанные минуты. Яркий букет с порога к каждому педагогу. Он, несомненно, поднимает настроение. А звуки скрипки и виолончели создают атмосферу праздника. Учителя славятся в России, помоги учения в вечной земле. Помню всех своих педагогов, учителей. Помню и до сих пор общаюсь со своим классом руководителем, Ивана Степанова. На самом деле, действительно, в жизни каждого человека, каждого ребенка, учитель, педагог, это действительно самое главное, наверное, после родителей, семьи. Потому что вы действительно закладываете в наших детей не только знания, но и их отношения к жизни, отношения друг к другу, отношения к людям, к обществу. На самом деле, это неоценимый и незаменимый труд, за что я вас очень искренне хочу поблагодарить. Затем глава республики Рашид Темрезов напомнил всем, что следующий год объявлен нашим президентом годом педагога и наставника. Он обратился к педагогам с просьбой дать свои предложения, на что необходимо обратить внимание в первую очередь, и как его организовать, чтобы провести его в республике максимально эффективно. После состоялась церемония награждения. В ответ педагоги благодарили за удостоенную честь. Одна из них – Валентина Елагвенко. В 1978 году по окончанию института в городе Армавир она стала преподавать русский язык и литературу во второй школе Станицы Зеленчукской. Сегодня для нее очередной профессиональный праздник. Он стал особенным. Из рук главы республики приняла заслуженную награду. Доктор наук, первоклассные летчики и просто профессионалы своего дела. Это все мои ученики. С гордостью отметила Валентина Елагвенко. И добавила, что это и есть результат кропотливого труда учителя, так как этой профессии можно научиться. Но научиться быть учителем невозможно. Это призвание к тому, чтобы передать другому все, что имеешь и умеешь. Получила награду. Я очень благодарна руководству республики, что вот так высоко оценен мой труд. В то же время эта награда и обязанность для меня. Я считаю, что я должна работать еще лучше. За достижения и заслуги в сфере образования педагоги республики были отмечены высокими наградами, а еще почетными грамотами правительства Карчаева-Черкесии, Народного собрания и Министерства образования и науки республики. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карчаева-Черкесия. Удостоилась высокой государственной награды и учитель математики средней школы станицы Зеленчукской Юлия Александровна Копалкина. Накануне премьер-министр страны Михаил Мишостин вручил ей благодарность правительства России за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу. Глава республики Рашид Тимрезов также поздравил педагога и отметил, что Карачаева-Черкесия гордится ею. Учитель высшей категории Юлия Александровна с достоинством продолжила династию педагогов. Еще ее прапрадед заведовал сельской школой и по его пятам на стезе учителей вступила добрая половина семьи уже несколько поколений. Пару лет назад Юлия Копалкина вошла в тройку лучших классных руководителей России. Сейчас реклама, после продолжим. Высокоточное МРТ, КТ, УЗИ, комплексные консультации специалистов. Все виды медицинского массажа в клинике Сити по адресу. Ставрополь, Карла Маркса, 4. Вы ее ждали! Новая коллекция шуб, пальто, курток по низким ценам. Рассрочка без переплаты и первого взноса. Ждем вас. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В эфире Радио Россия. Горочаева Черкесия. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте Радио России Карачаева Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. В редакцию на абазинском языке государственной телерадиокомпании Карачаева Черкесия требуется на постоянную работу журналист со знанием абазинского языка. Требования. Грамотная речь, как устная, так и письменная. Творческий подход к работе. Коммуникабельность. Обращаться по номеру. Код города. 8 878-2-22-06-32. На этой неделе Карачаева Черкесию посетил заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента, член Академии российского телевидения Рифат Сабитов. С ним встретился глава республики Рашид Тимрезов. Повод приятный. Глава Карачаева Черкесии присвоил гостю звание заслуженный работник культуры Карачаева Черкесии за его личный профессиональный вклад в развитие региона и поблагодарил руководство ВГТРК за внимание федерального канала, особенно в год столетия республики. На церемонии побывала Мадина Каракетова. Эту встречу скорее можно назвать дружеской, чем официальной. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов тепло приветствовал заместителя генерального директора телеканала «Россия-1», руководителя регионального департамента Рифата Сабитова. Отметил, что он, как и всегда, рад встрече и выразил благодарность за информационную поддержку, которую ВГТРК оказывает республике при освещении происходящих в ней событий и преимущественно положительных. В этом году мы провели праздничные мероприятия, посвященные столетию республики. И здесь, конечно, ВГТРК нас, как всегда, поддержала, в том числе и по мероприятиям, которые проходили в Москве и в столице нашей республики, в городе Черкесии. Многие увидели, посмотрели на то многообразие культуры, искусства, спорта нашей республики. Поэтому от меня лично вам слова благодарности и попросим вам передать слова благодарности Олегу Борисовичу. Спасибо. Заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента Рифат Сабитов в свою очередь передал слова приветствия и благодарности руководству Карачаева Черкесии генерального директора ВГТРК Олега Добродеева за многолетнее доброе сотрудничество. К Кавказу, с республиками, в Кавказе особо отношение всегда, учитывая культуру, самобытность, историю. И здесь сетки вещаний построены другим образом, достаточно большие объемы вещаний, телевидение, радио. Мы правильно сказали, что это в столице трех республик широко отмечалось, в том числе и большой праздничный концерт в Кремлевском дворце Слезнов. И запись была, и трансляция, 2 часа 40 минут. Это действительно, оно того заслуживает. И, в общем, действительно, всегда все положительно, что происходит здесь, будет республика турка на местном эфире, обязательно на федеральном эфире. Поэтому еще раз спасибо за поддержку нашей компании, за наше доброе сотрудничество. Здесь все вместе у нас помешатся. Глава Карачева-Черкесии Раша Тимрезов подчеркнул сплоченность коллектива ГТРК Карачева-Черкесии, а его слаженную работу, умение правдиво и качественно передавать информацию. Отметил, что телевидение – это проводник между органами власти и населением, прямой и доступный. Очень часто журналисты ГТРК Карачева-Черкесии указывают власти на болевые точки. Даже где-то благодарен, потому что некоторые вещи для себя отмечаешь, где-то там чиновничные главы замыленные, а средства массовой информации, в данном случае телевидения, оно даже тебе в этом вопросе большое помощь. Поэтому коллектив слаженный, профессиональный, знающий все плюсы и минусы, которые сегодня есть в республике. Поэтому у нас в этом плане абсолютно взаимодействие, полный контакт. Спасибо большое. После обмена мнениями глава республики приступил к своей приятной миссии – вручению заслуженного звания. Указ главы Карачева-Черкесской республики за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие российского телевидения и радиовещания, присвоит почетное звание заслуженный работник культуры Карачева-Черкесской республики Сабитову Рефату Абдуллагаповичу, заместителю генерального директора, руководителю регионального департамента, федерального государственного унитарного предприятия, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания. Глава Карачева-Черкесской республики Рашид Бориспеевич Тимрезов. Рефат Сабитов – кандидат политических наук, заслуженный работник культуры, лауреат премии правительства России в области науки и техники. С 2020 года входит в состав общественной палаты, был избран председателем комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. С 2015 года входит в состав жюри премии ТЭФИ. В Карачаево-Черкесию Рефат Сабитов прибыл в рамках 21-го Всероссийского телевизионного фестиваля ТЭФИ-регион, который в этом году стартовал в Черкесске. Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести Карачаева-Черкесия. И в продолжении темы. Карачаево-Черкесия впервые стала местом проведения Всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ-регион. Около 500 представителей разных регионов страны приехали в Черкесск не только ради первенства в номинациях, но и чтобы принять участие в мастер-классах под руководством опытных тележурналистов и медиаменеджеров. Об открытии конкурса в сюжете Артур Амхце. Юбилейный для Карачаева-Черкесии год уже подарил нам немало запоминающихся мероприятий. Открытие еще одного состоялось накануне в республиканской столице. В КЧР приехали около 500 журналистов со всей России, чтобы выявить претендентов на победу в престижном телевизионном конкурсе ТЭФИ-регион, финал которого пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге. Я приехала из Челябинска, меня зовут Ксения Продай, мы с вами коллеги ГТРК Южный Урал. Наша телекомпания представила две работы. Информационный выпуск новостей, вести праймовый выпуск в Черни и специальный репортаж о добровольце, который поехал с миссией вывести мирное население из места боевых действий. Первый день конкурса в некотором роде знакомства людей, объединенных общим делом, тележурналистикой. Я, во-первых, вас хотела бы всех поприветствовать, чтобы все приехали в гостеприимный город Черкесск, в Карачаево-Черкесии, где нас ждали, где нас будет, несмотря на то, что идет дождь, нас будут греть сердца наших гостеприимных хозяев, и где нас с вами ждут несколько дней общения, когда приятно осознавать, что даже в сложной ситуации ты не один. Так вот, вы не одни. Среди членов жюри немало известных имен. Некоторые из них – частые гости Карачаево-Черкесии. Телеведущий Дмитрий Дебров поделился с более молодыми коллегами своими впечатлениями от прошлых посещений курортов республики. Если не съесть кучин, здесь, считай, я побывал кучином тысяча видов. Есть и с сыром и без сыром, с картошкой и без картошки, слепом и без слепом. В смысле это? Как угодно, господа, вы обязаны простить причины. Без этого без смыслов. Еще одно. Дорогие друзья, Карачаево-Черкесская земля подарила нам крайне важную литературную часть. Лыжи у печки стоят. Могу я спросить, у какой такой печки стоят лыжи? Юрьевич Висборн. Они стоят у Карачаева-Черкесской печки. Дорога, по которой вы будете ехать, это дорога поколений. Сегодня в программе мероприятий экскурсия по Карачаево-Черкесии, а также мастер-классы от известных тележурналистов и медиа-менеджеров. Артур Мухцель, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Для участников и гостей всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион» была организована насыщенная образовательная программа. О том, насколько важен мастер-класс для журналиста и какая тема стала основной на этот день, знает Альбина Ламкова. И даже проливной дождь никому не испортила настроение, потому что «ТЭФИ» – это мечта каждого телевизионщика. Мастер-класс от профессионала – неоспоримый опыт. Елена Афанасьева выступила в роли лектора. Она – медиа-аналитик с огромным опытом, журналист и писатель. В 18 лет вела культовую программу «Телехранитель» на радио. В 15 лет была одним из топ-менеджеров Первого канала. Возглавляла дирекцию креативного планирования. Ведущая канала ОТР на радио – ведущая «Серебряный дождь». Человек, который знает медиа-индустрию и которого эта индустрия уважает. Обмен мира информацией мчится с большой скоростью. Поэтому ни одно медийное образование, что факультет журналистики или факультет медиа-коммуникации, практически не успевает за стремительностью изменений. Поэтому задача приглашенных практиков и членов жюри, проводимых на мастер-классе «ТЭФИ-регион» – дать своим региональным коллегам ритм мирового телевидения, отметила Елена Афанасьева. Она уделила большое внимание тому, как меняются жанры докуменалистики просветительских программ, чему практически не учат на факультетах журналистики этого формата. Но на этом работает практически всё мировое телевидение. Этой теме Елена Ивановна посвятила и написала книгу. С самого первого года участвую, уже 22-й год в «ТЭФИ», 21-й год в «ТЭФИ». И, во-первых, на моих глазах резкий рывок развития региональной журналистики произошёл. И вот не хватает как раз именно умения упаковать своё содержание, придать ему правильную форму, разграничить жанры. Очень часто на региональном телевидении получается одна большая передача. А правильно выбрать нужный формат нужно в нужном жанре. Чтобы стать журналистом-профессионалом, что в первом случае? Желание. И желание работать много. Не думать о том, что у тебя выходной, закончился рабочий день, это журналист, и эти понятия несовместимы. Заместитель начальника службы информационных программ ГТРК регион Тюмень Наталья Макарова и компания, которую она представляет, не впервые принимает участие в конкурсе. В копилке её награды отмечено лучшее операторское мастерство. А в прошлом году местная итоговая программа стала победителем. В этом году мы решили снова попытать удачу. Мы выставили снова программу «Местное время воскресенья», но уже с другим автором. Выставили в номинации «Репортер», «Репортаж», «Семь работ» от телекомпании. Мастер-классы – это очень важно. Но когда идёт общение непосредственно с участниками конкурса, в том месте, где проходит конкурс. Сегодня мы побывали в горах, я побывала в горах первый раз. И вот это ощущение, когда мы банда, мы действительно четвёртая власть в хорошем смысле этого слова. Общение коллег и обмен опытом, конечно же, важно и неоценимо. Но помимо образовательной программы, журналисты были вдохновлены нашей природой. И не только. Для участия в первом этапе конкурса приехало 100 телевизионных журналистов из разных городов России. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Корчаево, Черкесия. А в четверг вечером в Черкесске состоялась торжественная церемония награждения финалистов 21-го всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион». В церемонии приняли участие региональные производители, теле- и радиокомпании, студии, продюсерские центры, объединения, региональные телекомпании и редакции программ. Конкурс проводится по 18 номинациям, которые делятся на два тематических направления – информационное телевещание и просветительское и развлекательное телевещание. В этом году в номинациях представлены более 500 работ. География участников – практически все регионы страны. В Черкесск приехали из Южно-Сахалинска, Хакасии, Иркутска, Астрахани, Новосибирска, Рязани, Кирова и многих других городов и регионов. Финалистов, а затем и победителей конкурса определяет жюри, состоящие из профессионалов медиаиндустрии, известных телеведущих, журналистов, членов Академии российского телевидения. Финал и заключительные мероприятия Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион» пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 ноября. На медовых водопадах прошел 10-й международный фольклорно-этнографический фестиваль «Праздник Айрана». Гости и жители республики познакомились с богатой культурой карачаево-балкарского народа. Целебный напиток попробовал и Алихан Лепшоков. Туристический комплекс «Медовый водопад» вот уже 10-й раз проводит международный фольклорно-этнографический фестиваль «Праздник Айрана». Именно здесь каждый участник культурного мероприятия может познакомиться с богатой культурой и бытом карачаево-балкарского народа. Гости могли увидеть национальные костюмы, представленные представителем Краеведческого музея имени Умара Отарова Эльбрусского района. Эти наряды так привлекают взгляд своей красотой и изяществом. Привезли мы в первую очередь совместный проект с участием представителей и карачаевского народа. Это в частности Хабчаева-Зарема, известный модельер. Совместный проект реконструкция карачаево-балкарского традиционного костюма на основе фотографии урзбиевского общества. Здесь реконструкция непосредственно конкретно одежды Исмаила, князя Исмаила Урзбиева, его детей Мессерхан и Сафарали. Поприветствовал всех собравшихся глава администрации Малакарачаевского района Рамазан Байрамуков. Он подчеркнул, что основная цель данного фестиваля – это сохранение самобытной культуры народов, проживающих в нашем регионе. Но самое главное – праздник Айрана объединяет и развивает дружбу между представителями Республики Северного Кавказа. Цель и задача этого фестиваля, на мой взгляд, и всем понятно, что это укрепление дружбы между народами нашей страны. Это сохранение богатейших традиций, которые у нас есть. И непростое время для всей нашей страны. Наша страна всегда выходила с честью. И на этот раз мы выйдем. Айран – целебный напиток, который входит в рацион питания в повседневной жизни каждого карачаевца. Но еще этот напиток является настоящим символом гостеприимства, отмечает руководитель туркомплекса «Медовой водопады» Муса Баташев. Айран изготавливают в каждой семье. Ежедневно мы употребляем, практически во все добавляем и первые, и во вторые блюда. И нет такого, наверное, в стране или в мире, где столько употребляют, и такое отношение к Айрану, как к карачао-балканском народе. Поэтому Айран, я считаю, что чисто карачаевский национальный напиток, продукт, который является эликсиром долголетия и здоровья. Заместитель председателя общественной организации «Карача-Ланхал» Сулейман Баташев, как старейшина с чашей Айрана, произнес слова пожелания. Я хочу всех вас поздравить еще раз с этим праздником. Айран-напиток очень благородный, очень здоровый, дает только здоровье и укрепляет иммунитет. Каждый желающий мог подойти и испить из 500-литрового чана целебного напитка Айрана. Гости фестиваля с особым восторгом отмечали яркую программу праздника. Мы на небесах радуемся такому празднику. Не ожидали. Вообще мы уже третий день здесь и нам нравится, как здесь все устроено. И люди, в первую очередь, наверное, люди. Гостеприимные, очень здорово. Мы, честно, уже погрузились в кавказское гостеприимство, в карачаевское гостеприимство, во всю эту аутентичную культуру. И сегодня мы для себя наконец-таки откроем все тайны Айрана. Что это, зачем это и для чего это. Потому что я понимаю, что если хачаны – это главное блюдо в республике, то Айран – это главный напиток в республике. В завершении фестиваля для всех была организована концертная программа с участием артистов нашей республики и Кабардино-Балкарии. Алиханепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Уважаемые любители театра. 14 октября русский театр драмы и комедии приглашает вас на премьеру спектакля по произведениям Антона Павловича Чехова «Вечер выдавилей Чехова». Спектакль создан к столетию образования Карачаевой Черкесской Республики и 95-летию театра. Режиссер Вячеслав Бродянский. Спектакль состоится на сцене Государственной филармонии в 18.30. Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. В редакцию на абазинском языке Государственной телерадиокомпании Карачаева Черкесия требуется на постоянную работу журналист со знанием абазинского языка. Требования. Грамотная речь, как устная, так и письменная. Творческий подход к работе. Коммуникабельность. Обращаться по номеру. Код города. 8 878 2 22 06 32 46 46 46 48 48